Меня зовут Антон и это у нас игрушка в версии 7 World Rally Championship 17. Она претендует по моему званию на самую лучшую раллийную аркаду года. И сейчас в эти выходные параллельно проходит версии ралли Испании. И сейчас в игрушке в версии 7 я хочу пройти все этапы ралли Испании в Каталонии. Полдень ясно, все этапы. Нажимаем Enter. Моя любимая заводская команда в версии это Citroën Total. И мой любимый пилот это Крис Мик. Мягкий состав резины. Я отдаю приоритет мягкому составу резину, потому что жесткий на асфальте мне не особо подходит. И нажимаем Enter. Первый спецучасток это у нас бот. Он 100% будет гравийный. И сейчас перед стартом я хочу еще посмотреть в настройках автомобиля. Немножко хочу посмотреть на просвет. Глянем какой просвет рекомендуемый механик мне поставил. И посмотрим что по просвету могу сделать я. Итак, дополнительные настройки. Дорожный просвет 20. Ну, знаешь, наверное, так я и оставлю, наверное. 20, потому что... Нет, не хочу я ничего менять. Зажимаем пробел. Ручной тормоз, нейтралочка. И можно ехать в бой. Буду стараться ехать максимально аккуратно. Вообще максимально аккуратно, чтобы просто не убить машину, а довести ее, так сказать, до финиша. Да, вот то, что надо, как раз просвет. 20, это очень даже нормально. Хорошо себя машинкой ведет. Сейчас будет редкий поворот. Я его называю... Вертолетным. В наручнике, в принципе, хорошо вошел, но как-то не хватило немножко мощи, две машины сильно профилы, поэтому не хватило мощности, чтобы вылезать. Но нет, ничего страшного. Перед левой троечкой можно было оттормозиться, но я его не могу слезать. Немного некрасиво это получилось. Перед левой троечкой. Что такое? Тут можно оттормозиться, точнее, не можно, а в нужный, потому что на выходистые зрители. Сейчас надо оттормозиться, потому что шикарно такая, я бы улетелся. Если бы в нужный момент не оттормозился, я бы улетелся, вот так вот. Вообще, Петроен это мой самый любимый автомобиль не только в жизни в VRC, но и даже здесь в игрушке в VRC, потому что покатал я тут уже смог покатать полностью на абсолютно всей представленной технике тут в игре, начиная от Junior VRC, заканчивая категорией VRC. И могу с уверенностью сказать, что по сочетанию, так, ну, так знаешь, управляемости, там, и поведения, то, конечно, этот Петроенчик лучше, чем тот же Ford. У нас Ford хорошая машинка, он тяжелый, и в нужные моменты им реально управлять легко, но все равно они не подходят мне. Hyundai i20, да, он схож, в принципе, с Toyota Yaris. У него избыточная управляемость, и это мне, конечно, не совсем нравится. Нравится. А вот, Петроен С3, это, конечно, золотая середина, так сказать. И опять я какого-то хера потерял бампер, хотя я нигде не ударялся, и вообще я не могу понять, каким вообще Макаром потерял бампер. Режим повтора, ну, повторы здесь, отчасти они интересны, красивы, а отчасти, вот, допустим, прикреплены, ну, онборд из кабины водителя еще ладно. Там, онборд, ну, вот такие вот тоже красочные, в принципе, трансляционные повторы. Это там, допустим, коптер, там, в данном случае это просто вертолет. Ну, сбоку, как прикрепленная камера, там, еще что-то, то, в принципе, такое мне не нравится. И переходим на один из самых ярких допов. Это La Figera, получается, 973 длиной, 100% асфальт. И, конечно, потом у нас останется еще Super Special, который проходит в самом городе. Если я его катал, ну, надо его катать еще аккуратнее, а не так, как я его катал. Так, посмотрим, что тут мне предложено. Ага, все, тут самый минимальный просвет стоит. Ну, что ж, зажимаем ручник. Два, один, поехали. Тут, конечно, машина себя поувереннее ведет на асфальте, так как все-таки состав резины, я это ставил в приоритете для асфальта, а не для гравия. Ну, я не могу сказать, что на гравии она себе плохо ведет тоже. На этом составе резины, ну, все-таки асфальт, 10, асфальт. Самая главная, не втыкать, потому что здесь несколько таких заковырянных поворотов, которых я просто... Ну, я ухожу, я про них, я, допустим, я о них знаю, о этих поворотах, но все равно, я вниз просто кто-то ухожу или улетаю. Это был один, в принципе, из этих поворотов, в котором можно ухо-3-совы просто уйти. И тут еще есть такой, кто уже поворотит, вот он. И я в нем не ушел, потому что можно было видеть, как просто реально в нем можно улететь туда, ну, получить 9 секундную пенализацию за возвращение автомобиля на трасс. Тут я не писал, тут ручник, он поворот абсолютно. Некрасиво это получилось. Есть еще один, вверх. Резкий поворот. Вот этот я лучше всегда проходил, чем тот, как-то так вот. В принципе, машину здесь можно пускать в занос и не используя ручник, вот еще один поворот из той же оперы, которого можно делать, I believe I can fly. Да тут надо оттормотаться сразу за мостом. Да, потому что сразу закрытый поворот идет. И тут сейчас будет левая единичка, перед которой надо по максимуму оттормозиться, чтобы зайти в него хорошо, потому что можно так само уйти. Сейчас будет тоже поворот на торможение вот такой, можно тоже как-то уходить туда на левую о спину. Ну, сбивать столбики это, это такое, не страшно. Вообще, асфальтные этапы, они как-то по-своему интересны. Вот, у меня только что благополучно в резком повороте развернуло, я потерял время, это 100%, но я думаю, это некрасивично, так как мне сейчас куча. Вот, у тебя все впереди, в общем, зачете я андекапом за собой везу, но более 100%, поэтому я думаю, это не совсем кипич. И еще один столбик. Тут непонятное поведение графики, и вот, вот этот поворот, в который я была получена, не совсем красиво вошел, потому что нет, потому что капилит не нормально облетал на большую скорость. Но ничего страшного, жаль, нет, как раз режима, знаешь, такого режима фото. Некоторые там моменты, когда с ручником, допустим, ходишь, или что-то было нормально в фото-режиме фото. Машину сделать, и вот, говорил-говорил, что хочу довезти машину, целую, до финиша, и все-таки за пяти минут на меня не получается. Дорожка узкая, привыкла вся я прыгать и летать на шлями, а тут дорожка узкая, поэтому не всегда получается на машину утрезать минут. в радиусе поворота, ну, середина уже прогрелась полностью и сейчас тачка немножко даже в дно упускается без того заручника, но я на это не нарекаю, это даже двоеобразно прикольно. Не хочу сильно разгоняться, потому что тут физика далека от вообще эролийных реалий, и где-то стоит какой-то славить бордюрчик, машина просто начинает там так канаёбить, что не хочется и дальше ехать. И тут вернуха, конечно, на выходе с поворотом стало. Вообще молодцы, дал бы середину пояснялся уже давно и вверх. И... Не будет у меня девятифекундного штрафа, потому что там... Могут вылезти того филетору, который сам машину уже и свалил. И правой пять, short, forty, if you finished! Ну, тут я даже с бампером приехал. Это не может не радовать. Ну и тут с тридцатисекундным гандекапом, так что... Всё нормально. Яремателатвала меня догоняет. О! Городской доп. Трёхкилометровый известный городской доп. Вот я передо мной стартовал. И следующий я. Итак, сейчас по настройкам ещё раз посмотрю. Ага, просвет даже двадцаточка. Семнаха просвет. Тут перепадов нет. Зажимаем ручник. Два, один, старт. Ну, красиво. Красиво и прикольно. О-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это было просто бомбически, я скажу. Я здесь ударился. Очень тут узкое. Это как раз. Это для меня вообще... ...извращение. Вот эти вот узкие углочки. Ну, будут немножко тереться, можно ехать дальше. Прямо на белый, два, на правой, о, вот это я уже глупил, о, мать его, камень. Ахам, ну ладно. Тут пофига мостов. Ого. Ещё не всё. Как бред. Как бред. Хэрпин лето. И сквере право. Нарроз. 60. Чё-то перестаёт, мне нравится уже этот городской доп. В Каталонии. Потому что тут я блять шашку тупо фукава убил. Это как без какой-то. А впереди ещё 14-километровый самый длинный доп. Бляха мопа. Как крутиться вокруг этой хернии блять. Ох ты, подс Понс 아�яяяяяяя. БАХ! Айяйяйяяи Что-то щу починить Пиздец, вот я злиться уже начинаю А как же так-то? Вы ещё скажите, что это мой панк вылезал. Вообще не в круто. Как тут крутиться вокруг этой картины. Да, тут конечно машине досталось. Ой, машине досталось. Не буду даже повтор смотреть. Замыкающий этап. Эль Монтмель. 13,84 километра. Почти 14 километров. 70% в гравии. Так, Лоренцо Бартелли. Это я его догонять буду, да, получается? Посмотрим по настройкам, как обычно. Угу. Просвет 17. Окей. Один. Старт. Тридцать. На ровном месте. Вы видели? Вот что это? Что это я ударил? Бля, ну это жопа. Шо я так ударил-ка, а? Бля, ну это жопа. Шо я так ударил-ка, а? Да, это... В обратку до в который я ехал. Первым. Баффил как он там называл-ка. Этот шот же только в обратку, и он... Длиннее. Длиннее. Можешь отранжевать, то Southern School Guide чтобы поцелуй вы PER. Уже крутится, и раз, на полосечея. Как-то работает, иizeng. Можешь отранжевать. Ночи. Тридцать. Теперь останавливая. Темномассную пистолию. Можешь отранживаться? С karaicos. С olarak. Вот длиннее. Длиннее obtained axe куда ударил с температрой, не всяケ rant birthday. А вперёд, ну, я не замечал, чтоб там было сколько прыжков таких. Сейчас так-то так прыжков тут куча стала. Прямо что, не по тебе. Откалительство таких прыжков тут куча. Ну-ну-ну-ну, ой-яй-яй, хорошо, тут машинка вытащила вообще по мощности просто класс. Аккуратненько, аккуратненько. Можно было резать, я его резанул. А, хорошо. Вот так, ещё левая троечка. Такой полурожен, подзакрученный. Стормаживаемся. И выходим на асфальт. Сейчас на асфальте будет немножко полегче. Потому что лягкий застабредили, повторюсь, ещё раз. Выбирал я его для асфальта. Да, вот я сейчас еду по 30% остального асфальта, который находится на асфальте. Не свалился. Не свалился. Не свалился. Не ударился. Успел оторваться. Хорошо. Всё. Так, ну я хочу уже съехать немножко на грави, потому что машина. Сейчас я монтурил, монтурил на грави. На грави, точнее извиняюсь. А вылетел уже, получается, на асфальте, глядь. Убрал у тебя уже морды. Каплот была получена. Надо немножко будет морду приподнять. Потому что у меня с каким-то макаром сильно опущена морда. И за счёт этого я нищим передним бампером постоянно бьюсит. Отбиваю их первыми. Так, приподнять немного, а морду будет вот так вот. Ну он тут красиво, реально красиво пошёл. Тут что-то удар был. Как обычно. Не-не-не-не-не-не-не. Не упаду, не упаду, не упаду. Фух. Не упал. Так. Ещё раз. Соро походу. Будет этот поворот. Редкий или нет. Да. О-о-о. О-о-о. Тут как-то поярче уже было. Немножко поярче, да. Да. В обраточку я хоть мог. Немножко красивенько. Немножко поярче. Немножко поярче заехать туда. Немножко поярче в том направлении, когда ехал тоже не совсем получилось. О, привет камень был. Это я говорил, что буду ехать аккуратно, чтоб не побить машину. И вот опять я попал в какую-то колею, и в тачка по непонятным причинам вообще тупо затормозилась. Хотя я не нажимал даже вот мой тормоз. Вот так это систика. Что ты делаешь? Недобросно получается. Реально недобросно. О-о-о-о. И я тут же припарковался. Бертель и крыша. Кирателли. Ну, походу крыша. Потому что как-то дучи запчасти валяются. Хотя по машине не скажу. Хотя я сейчас тоже не красивее выгляду. О-о-о-о-о-о-о. Воу-воу-воу! Ай, почти вытянул! Почти вытянул! Так, выходим на махту! Ух ты ж блядь! Это был самый некрасивый проезд по мосту. Когда я на нём катался, ни разу вообще не было. Вот так не катался. Вот это вот какие-то выстрелы или взрывы такие, это, мне кажется, вообще... Дров лопается резина. Так, тут я уже арку отбил. Пытаясь выебнуться на ручнике. Это был 70% асфальт. Как раз ехал я по 30% гравию. Да я уже понял. Ого! Как-то тут... Это... Вот опять невидимое, опять блядь, когда я... Проходил и тупо шурилка. Что это за невидимый какой-то отбой? Как поворотик? Ну что это за... Ух! Физика, прекращай! Физика, прекращай! Получается два топа в один. На обратку. И левая 6, short, 50. И левая 3, long. И левая 7, 30. Пара-тройка поворотов, и будет уже текущие люди опраздновать победу. Язык не поворачивается, сравнить мое вождение с вождением крыса Мико, потому что он тоже в принципе любит побить машину. Это да, чувак в победе рвёт так, что не жалею ни техники, ни усилий, ни хрена. Ну тут я конечно сожрался уже, тут я машину так сильно побил, что просто капец. Поворот может иметь разную длину, он может быть коротким, длинным или очень коротким. Итак, друзья, ну что, спасибо, что смотрели. Это было ралли Каталонии на машинке версии Citroёn C3. С вами был ваш несменный пилот Антон. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пока-пока!